Эксперт усомнился в возможностях новой украинской ракеты. 10 апреля 2019 года российская газета «Эксперт усомнился» в возможностях новой украинской ракеты. Источник изображения, RG.RU, президент Украины Петр Порошенко сообщил, что его страна располагает крылатыми ракетами с радиусом поражения более тысячи километров. У нас появилась ракета, которая успешно прошла испытания и способна стрелять более чем на тысячу километров и нести боевой заряд весом 150 килограммов. Это высокоточная крылатая ракета. И это все создано украинскими специалистами, заявил он в эфире телеканала ICTV. Российский военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков прокомментировал это заявление. По его словам, в последнее время украинские СМИ все чаще сообщают о прорывах в области создания стратегических, крылатых или оперативно-тактических ракет. Недавно появились сообщения о создании противокорабельной ракеты «Нептун», которая летает на рекордную дальность до 280 километров. Это дальше, чем российская Х-35У, дальность которой составляет до 260 километров. Основой «Нептуна» стала советская ракета Х-35, несколько образцов которой досталось и Украине. Это были ракеты без блоков наведения и инерциальных систем, обеспечивающих стабильность полета. Были опубликованы видеозаписи бросковых испытаний и запусков «Нептуна», однако не было кадров, на которых ракета поражает цель. Следующая разработка, о которой заявляли украинские СМИ, это ракетный комплекс «Сальха». Неоднократно демонстрировались стрельбы РСЗО «Смерч», в ходе которых применялась некая ракета калибром 300 миллиметров. Голос за кадром сообщал, что она может преодолеть рекордные 120 километров, поэтому превосходит штатные боеприпасы «Смерча», напомнил Леонков. Также на Украине велись разработки оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром». В разработку этой ракеты вложились представители Саудовской Аравии, напомнил эксперт. Был изготовлен образец пусковой установки, очень похожий на ПУ-комплекса «Искандер». По заявлениям разработчиков, дальность этой ракеты в экспортном варианте составляет 300 километров, а в варианте для всуда 650 километров. Дальность «Грома» можно довести и до 1000 километров, если уменьшить массу боевого заряда с 480 килограммов до 150 килограммов, отметил Алексей Леонков. Это позволит увеличить топливные емкости, за счет чего вырастет дальность полета. При обеспечении полета ракетой на максимальную дальность всегда возникает вопрос, а куда эта ракета может попасть? Если нет средств разведки и обеспечения полета, точность ракеты вызывает сомнение, считает Леонков. По его мнению, общее состояние оборонного комплекса Украины оставляет желать лучшего, поэтому наладить массовое производство ракет без внешних инвестиций практически невозможно. Еще одна украинская разработка, о которой рассказывали на многих выставках – это крылатая ракета «Коршун». Изначально заявлялось, что дальность ее полета составляет 280 километров, но в последнее время украинские СМИ стали сообщать, что «Коршун» доработает, чтобы он превосходил российские аналоги. Дальность обещали довести чуть ли не до 1000 километров. Данная ракета дозвуковая. Это вариант американской ракеты «Томахок». По возможностям при стрельбе по наземному объекту она уступает как американским аналогам, так и российским калибрам. Нужно понимать, что презентация новых украинских ракет проводится на уровне рекламных и пропагандистских заявлений. Пуски, осуществлявшиеся новыми ракетными комплексами, в основном бросковые. То есть показывают, что ракета стартовала, а вот поразила ли она цель неизвестно. Чтобы это выяснить, необходимо проводить соответствующие испытания, иметь полигон. С учетом того, что стрельбы ракетных комплексов на Украине в основном производятся в сторону моря, все полеты этих ракет отслеживают российские военные. Полученные данные говорят о том, что украинские новинки не достигают заявленной дальности, заявил эксперт. Ренат Закиев, Илья Максимов. Право на данный материал принадлежат российская газета. Материал размещен правообладателям в открытом доступе. Материал размещен правообладателям в сотрудничестве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова